Фельдшеры Александр Коровин и Андрей Гуменюк, командир отделения медицинского взвода Алексей Ротенберг, старший разведчик Владимир Карманников. Имена этих героев навечно сохранены в камне. Отважные бойцы 31-й бригады ВДВ погибли, выполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Для своих родных и друзей они символ гордости, мужества и самоотверженности. Защитники Родины, выпускники Ульяновского медицинского колледжа. Именно здесь в их честь открыли аллею героев. Инициатива поступила от студентов и педагогов. Они продумали и подошли очень интересно к этому вопросу, патриотично. И решили, что на территории их колледжа в обязательном порядке должна быть и остаться память об этих ребятах. В память о героях студенты дополнили и музей колледжа. Ребята по крупицам собирали каждую экспозицию. Личные вещи, нагрудные именные шевроны, фотографии из семейных архивов. Все это отныне будет напоминать каждому о подвиге павших защитников Родины. Самая актуальная сейчас у нас экспозиция, это посвященная нашим студентам, которые посвятили себя военной медицине. И, к сожалению, погибли на СВО. Также у нас были нам переданы в данные списные приборы и 31-й бригадой. Это и медицинские учреждения, списные приборы отдают, которые выглядят хорошо. Что касаемо личных вещей погибших, это передавали семьи погибших ребят. В холле еще одна фотография. Она пока не успела попасть на аллею героев. Михаил Чугунов погиб 21 мая этого года. На торжественное открытие аллеи пришли его родные. За воспитание сына их лично поблагодарил глава области. Представители самой мирной профессии, они встали на защиту нашей великой Родины и ее жителей. Выполнили свой профессиональный гражданский воинский долг и шагнули к бессмертию. Алексей Русских добавил, пока живет память о погибших, они будут вечно жить в наших сердцах. Сейчас в регионе уже 8 образовательных организаций, где размещены мемориальные доски. Все они посвящены выпускникам, погибшим в зоне СВО.